Может быть, причина нашего расследования и вызвана египтоманией, но тот, кто испытал на себе воздействие цилиндров, ощутил нечто большее, чем просто информация в цифрах и графиках. Возможно, существует что-то такое, что не улавливают приборы. «Эврика», — сказал журналист Луиза Телешко, вспомнив о герое многих телевизионных передач ученым и парапсихологе Вадиме Полякове. Я могу посмотреть эти цилиндры с точки зрения их энергетики. Мы их можем нарисовать и, прежде всего, сказать их особенности. А затем, если хотите, можно посмотреть, как эти цилиндры будут действовать на человека, на какие органы человека. В правую руку нужно взять. Да, этот, а этот в левую. А этот в левую руку. И тогда человек должен... О, ну, сразу первое впечатление, что можно сказать, что вообще это, конечно, очень интересное воздействие. Это примерно то, что делают филиппинские хирурги. Они берут в одну и другую руку вот примерно такие же подобранные металлические минералы. И сейчас идет, так сказать... Поменять, что ли, можно потом, да? Поменять, да? Вот. И сейчас идет, вот сейчас, в данный момент, сейчас я поменяю, когда сама она пойдет. И сейчас они... В этот момент происходит энергетическое достаточно сильное усиление, подпитка идет сильное к человеку. И при этом, значит, понимаете, какая вещь. Вот теперь вот после этого можно здорово лечить или делать филиппинскую операцию. Они очень здорово... Вот сейчас идет очень сильный подсос ко мне энергии. Вот эти цилиндры напоминают, во-первых, эти минералы, которые у филиппинцев, во-вторых, они по ощущениям, которые сейчас, напоминают мне буддизм чрезвычайно. Буддизм, его также мы берем колокол и ваджину. И когда берешь колокол и ваджину, ощущения очень близкие, примерно такие же. Идет инь и янь. Вот сейчас идет совершенно одно очень характерное энергетическое воздействие цилиндров. Когда меняешь и берешь в другую руку совершенно другое. Я давно работаю таким образом с металлами, с минералами, с камнями для подпитки. Но, пожалуй, мне кажется, это даже лучшее из того, что я так вот рукой держал. Если не считать по качеству, может быть, ваджину и колокол, буддийский, то это, наверное, может быть действительно лучшее, прекрасное ощущение. Я сделаю изображение Наташи, посмотрим, как меняется ее энергетика, в зависимости от того, какой она цилиндр в какой руке держит. Я нарисую энергетическое поле и как оно изменяется, посмотрю у нее в данный момент. Вот, достаточно интересно. Так, хорошо, чуть-чуть, может быть, тебе хочется так держать, на таком расстоянии, да? Вот первое образовалось очень интересное сферическое яйцо вокруг нее. Очень четкое, это прекрасно, потому что это великолепное защитное поле, исцеляющее поле. Причем вращение идет, сначала шло по часовой стрелке, теперь пошло вращение против часовой стрелки. Значит, меняется поток. Не хотелось тебе при этом поменять руки цилиндр. Ты смотри, когда вот, нет, они встали, да, но они должны, вот сама почувствуй, почувствуй, вот должна быть перемена где-то. Вот сейчас они идут, сейчас идет преимущественно вращение против часовой стрелки. Значит, идет вращение против часовой стрелки. Достаточно интересно, что при этом, тут трудно что-то делать, смотреть внутри тебя, внутри человека, трудно смотреть, потому что здесь образовалось очень строгое, четкое, совершенно энергетическое поле вокруг. Перемести цилиндр из одной рукой в другую. Вот немножко вперед, о, чтобы была рукам свобода. О, 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 смотри, как они идут сами, а ты не даешь, зажимаешь. И локти не зажимай. Вот здесь идет преимущественно, если там было преимущественно все-таки движение против, здесь идет больше по-часовой. Теперь произошло изменение явное, то есть круг этот идет внутри. Если когда она держит цилиндры наоборот, круг идет снаружи, и против часовой стрелки, то сейчас, вот видите, идет движение по внутреннему кругу, внутрь. То есть вот этот круг идет в этом направлении, вот так стрелка, вот идет сюда. То есть этот круг идет, вот когда она так держит, больше в этом направлении преимущественно, внутреннее движение такое. В то время как другой круг идет преимущественно снаружи. Очень гармонично она будет очень выравнивать, давать защитное поле, и будет давать очень хороший лечебный эффект. Я беру Виталика сейчас. Вот у него есть, да, есть у него маленькая проблемка. Сейчас мы возьмем. Маленькая проблемка, поэтому, чтобы сделать, я даже увеличу сейчас картинку. И вот на этой картинке эту проблемку вытащим. Она вот здесь, кстати, в кишечнике толстом и даже касается поджелудочной железы, вот в этом месте. Значит, здесь у нас минимум энергии, что не очень хорошо. Это как раз там, где канал проходит через поджелудочную канал отжевшенного пузыря. Вот видите, даже красный цвет приобретает. Вот желтый – это уже выше нормы, зеленый – норма, и это уже выше нормы. То есть у него есть одна маленькая проблемка, довольно странно, снаружи поджелудочная. Это канал засорен, вот этот канал, который идет. Вот теперь давайте возьмем цилиндр. Попробуйте взять цилиндр таким образом, как это рекомендуется. Держали их уже, представляете? Значит, ну вот, а вы должны их почувствовать, и почувствовать, как ваши руки идут сами. Вот они возбуждают у вас вибрацию, вы позволите им двигаться так, как они хотят. Вот, вот, я, и... Вот, 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 чувствуете? Отлично. Вот уже пошло очень сильное изменение. Пошло очень сильное изменение. Сейчас посмотрим, как это сказалось на полевой структуре. Ну вот, интересно. Давайте еще держите, держите. Полевая структура, в общем-то, тоже такая, что эта точка здесь же. Продолжаем держать. Ну вот, уже сейчас она в норме. Вот видите, она вместо красной стала зеленой. Вот, обратите внимание, снова мы выходим на вторую точку. Она становится зеленой, то есть она становится нормальной. Таким образом, даже небольшое вот это воздействие снимает воспалительный процесс. Но оно и понятно делает защитную такую реакцию, выравнивается. Это чрезвычайно полезная вещь при работе. Давайте я вам нарисую теперь поле вокруг этих целей. Что мне чрезвычайно интересно, это то, что вокруг создается очень ровная сфера, круг. Это напоминает, когда мы замыкаем мудрый определенным образом. Ну, например, ближе всего, наверное, сюда мудро, который называют в аэроведе щит шамбалы. Вот, когда мы ставим вот так руку, мы получаем своеобразную сферу вокруг головы. И ощущение приблизительно такое же, немножко напоминающее, когда мы берем этот цилиндр. Интересно, а что если взять руки при этом и цилиндры? Вот, если взять цилиндр и сделать этого мудрого. Движение обратное. Вот, меня сейчас вращает прямо в обратную сторону, поворачивает. Поменяю. Вот, теперь выровнялся, да, теперь лучше. Для меня лучше это в правой стороне. Вот, сейчас я чувствую, опять стал разворот, вот видите, меня вращает. Смотрите, как цилиндр будет управлять мной. Цилиндр вращает меня против часовой стрелки, я должен поворачиваться. Если я поменяю руки, меня вращает в другую сторону, я должен поворачиваться сюда. То есть, меня разворачивает, а не вращает. А теперь попробуем другое. Я просто отпущу руки, чтобы они двигались так, как они двигаются. Вот, я взял цилиндр, как держу. Вот, руки пошли. Они идут по своеобразной такой траектории. Вот, сейчас идет прямо, тянет назад, и поток пошел вверх. Меня вытягивает вверх. Поток идет вверх, все сильнее, сильнее, сильнее. Вот, теперь пошел вниз. Идет своеобразное такое изменение. Вот, здесь я возьму и поменяю руки. Поменял цилиндры. Разные руки. Оп. Первое. Идет сразу же движение в другую сторону. Руки как бы выворачивают. Вот, меня разворачивает сюда, руки выворачивают. Идет совершенно иное движение. И руки идут снаружи. Не внутрь, а наружу. Вот, как бы выпрямляет, выворачивает. Поток идет вверх. Очень сильный энергетический поток идет вверх, вверх. Руки упрямляются. Затем разгибаются. Интересно, если я отпущу так два цилиндра, что будет получаться. Да, они так и идут. С каждой в свое место. Вот они становятся на свое место. Вот видите, разворачивают меня именно так. Я не могу повернуться вот как-то к экрану. Вот в этом. Я не могу стоять так. Я должен повернуться вот так. Вот меня разворачивает. Вот энергия идет. Идет, и через цилиндры поступает, и меня вытягивает вверх. Вот сейчас меня развернуло несколько, но цилиндры прямо притянутые к этому месту. Ни выше, ни ниже, ни вправо, ни влево. Вот идет подкачка. Каждый идет на своем месте. Теперь я чувствую, как у меня происходит подкачка позвоночника. Цилиндры идет вверх. Вот энергия начала работать в голове. Теперь опускается вниз. Вот такие идут вибрации, как примерно при работе с чакрами, при медитации. И вот цилиндры. Выровнялась энергия, и цилиндры ушли сами сюда. Хотите, чтобы я посмотрел в плане веков? Давайте пойдем на 10 тысяч лет. 10 тысяч лет в Атлантиду, как вы далеко хотите. 10 тысяч лет. 5 тысяч лет. Вот здесь возьмем тысячи лет назад. 500 лет. 200 лет. 100. И вот здесь возьмем просто год. Один год назад. И вот здесь мы остановимся в тот момент, где этот цилиндр сейчас есть. Можно все равно какой смотреть? Хорошо. Вот сейчас мы возьмем тот цилиндр, который есть. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить, и где были пики, и максимумы с этими веществами, которые есть. Первое, что я сделаю, я найду центр, самый энергетичный в этом цилиндре. Вот я беру руку и вижу, что центр вот немножко с краю, вот здесь. Против этого центра, вот здесь минимум энергии как бы образовался, против этого минимума я поставлю вот эти возрастные даты. А теперь я посмотрю, значит, эти года, 15 тысяч лет, 10 тысяч лет временной даты. Посмотрим, когда были наиболее сильные пики для этих вибраций. Вот сейчас я возьму цилиндр, вот он где-то сейчас, настоящий момент. Вот идут достаточно сильные вибрации приблизительно 11 тысяч лет назад. 11-12 тысяч лет, очень сильные вибрации, связанные с этим цилиндром. Вот самая основная такая четкая, интересная вибрация. Интересно взять алюминиевый, что получится. Возьмем алюминиевый, попробуем. Ну-ка, алюминиевый. Цинковый? Виноват, цинковый, цинковый. Цинковый довольно интересно. Вы знаете, что цинк, цинк, цинк нет, алюминий экранировает биополя, а цинк-то нет, у него немножко иное. Сейчас один момент. Цинк – это время. Еще раз. Вот это выходит еще несколько раньше. Здесь приблизительно 14 тысяч лет начало. Начало вибраций и очень сильные энергичные вибрации происходят приблизительно 14 тысяч лет назад. Если посмотреть, что происходит дальше, происходило с этими предметами, можно сказать, что они были довольно сильные в вибрации, но не сильные, уже слабенькие. Они появились где-то 500 лет назад. Затем уже появились сейчас, где-то, может быть, полгода назад приблизительно. Меня, как исследователь, интересует антология этих цилиндров. Откуда они пришли? Есть мои собственные соображения. Если вы дадите мне карту, то я, пожалуй, скажу. Я посмотрю вот этот цилиндр бронзовый, посмотрю, где он был, скажем, медный, да, медный. И где он был примерно 11 тысяч назад, вот когда был вот этот всплеск. Когда был этот всплеск, я могу посмотреть, в какой части света я вижу и где. Вот, значит, нужно часть света тут надеть. Сейчас мы найдем. Вот. 10 тысяч лет назад, 11, когда происходил этот всплеск. Довольно интересная вещь. Я прихожу когда-то сюда, в эту зону. А что это за место? Это Индия, наверное. А вот второй цилиндр расходится и находится у меня в другом. Ну, опять 15 тысяч лет. Где-то, не 15, а 14, да, где-то, где этот был всплеск около 14 тысяч лет назад. Да. Он идет вот сюда. Вот в это место, достаточно точно. Что это, интересно, за страна тут такая, а? Она находится где-то в Африке. Проще всего, конечно, взять его вообще в руку. Его притянет туда, где он жил. Вот, вот, вот. Вот. Еще раз проверим. Вот сейчас он будет отходить, силовая линия подходит, отходит. Вот. И теперь подождем, когда силовая линия пойдет обратно. И что там написано? Да, она идет довольно широко. Да, похоже, что наибольшее такое притяжение – это Египет. Египет вот где-то вблизи Нила, где-то вот здесь Египет. Вот в этом месте. Вообще хочется, конечно, их поддержать. Потому что для того, чтобы… Вот сейчас просится не сами ложаться так, как надо. Вот сейчас это идет вправо, это идет влево. Вот. Ну, и для того, чтобы это действовало хорошо, нам нужна какая-нибудь мантра. Какая приятная. Религия не имеет значения. Для меня все религии равны. Я буддист и христианин одновременно. Современно. Почему? Это разные пальцы, ведущие в один прекрасный и замечательный океан. А люди, когда настоящая белая магия, она единая, это то, что вечно и бесконечно, и прекрасно. А когда начинают религии между собой драться за сферы влияния, то это уже черная магия. Даже в религии. Ох, как хорошо. Вот они выбрали место определенное. Видите, вот здесь стоит, идет определенная подписочка. Но строго нужно контролировать норму, смотреть, научить человека, как контролировать норму. Несут ли они какую-то опасность? Они несут опасность для дурака. Есть очень глупые люди. Самое глупое недоразумение, которое сейчас внесли, это то, что человек может подпитываться энергией. И питаться от кого-то, еще что-то. Это страшная глупость. Потому что энергии сколько угодно. Важно не качество, а количество. И лечит малые дозы. Вот смотри, для того, чтобы лечиться этими штуками, нужно делать следующее. Вот если я вот сюда их принесу, есть опасность. Вот у человека что-то болит, он их держит близко. Он их должен отпустить. Они должны уйти на то расстояние, куда уйдут сами. Вот здесь. И человек по своим ощущениям должен выбрать самое приятное состояние в себе и в своих органах. И когда ему будет хорошо, он может позволить этим вещам. Вот сейчас они меня лечат. Вот это нельзя давать тем, кто увлекается НЛО. В руки буквально. НЛО – это повальное бедствие в шизофрении. Потому что люди, как только они начинают думать, что они входят в квантрат с инопланетянами, начинают подпитываться очень жесткой энергией. А вокруг нас существует очень опасная сфера, которая сейчас подпитывается энергией. И они становятся добычей не других людей, как им качество, а добычей другого мира, который сейчас уплотняется, о котором мы очень мало знаем, который только исследуем, по которому ходим слепую. Поэтому вот видите, на каком расстоянии я держу. Они сами здесь. Вот они стали. Они выбрали место. Вот именно в этой точке, в этом месте сейчас мне наиболее приятно. Вот здесь прекрасно. Я должен держать до тех пор, пока они будут держаться. И также я могу настраиваться на других людей. Но я должен чувствовать расстояние, работать малыми энергией, не допускать перекачки. Вот самое главное. Перекачка с ними ухудшит состояние, и тогда навредишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова